Родители думают, что половое просвещение – это о том, как заниматься сексом. Средний возраст вступления в сексуальные отношения в Казахстане – 16,5 лет. Мы знаем, как называются глаза, как называется нос, как называются губы, но когда мы говорим про половые органы, то здесь очень много стеснения. Нужно говорить о правилах трусика, то, что трусики закрывают, там никому нельзя трогать, прикасаться, смотреть. Нужно посмотреть вообще, детям что-то рассказывают о жизни, или учителя биологии заняли позицию страуса. Многие уже стали забывать о том, что у школы изначально другая функция – давать среднее образование. Если сразу после сексуального контакта использовать гигиенический душ с хозяйственным мылом, то это тоже предупреждает нежелательную беременность. Некоторые мои сверстники, например, до сих пор считают, что уролог – это врач, который смотрит только мужчин. Все это время девочка пыталась рассказать о случае насилия со стороны отца. Они даже смотрели наши половые органы, представляете? Конец учебного года на носу, а систему образования сотрясают скандалы. Сначала в учебнике по естествознанию для учеников 6-го класса школьники обнаружили ссылку, ведущую на порно-сайт. Потом в провинциальном городке Текелес семиклассникам раздали буклеты о видах секса. Судя по содержанию, брошюры предназначались для тех, кто торгует своим телом. Эти случаи вновь подняли в обществе вопрос о половом просвещении детей. Каким должен быть секс-просвет в школах? Нужен ли он вообще? И почему родители против? Мы попытались разобраться в этом вопросе. Родителям не нравится, когда врываются в воспитание детей. Но важно понимать, что не все родители до конца понимают, о чем половое просвещение. К сожалению, родители думают, что половое просвещение – это о том, как заниматься сексом. И, наверное, это самый большой такой миф, с которым нам нужно работать как с родителями, так и с преподавателями, так и с decision-makers другими. Потому что просто услышав половое просвещение или сексуальное просвещение, не дай бог, люди очень сторонятся этой темы, потому что вот такой элемент табуированности все-таки присутствует. Волонтеры запустили сайт UATMS. Здесь можно найти информацию о переходном возрасте мальчиков и девочек, в вопросах гигиены, гармоничных отношений, предохранения, мастурбации и прочем, о чем взрослые стесняются говорить со своими детьми. Половое просвещение – это определенный набор знаний и навыков, как мы уже сказали, который касается здоровья, который касается безопасности и касается гармоничных здоровых отношений. Если мы говорим про безопасность и гармоничные отношения, например, к собственному своему телу, то с 3-5 лет нужно уже начинать говорить о безопасности, о том, как называются половые органы, о том, что нужно соблюдать их гигиену. Нужно говорить о правилах трусиков, то, что трусики закрывают, там никому нельзя трогать, прикасаться, смотреть. Нужно прививать ребенку вот это ощущение того, что его, как человека, уважают и уважают его решения касательно его тела. Например, когда мы говорим ребенку «поцелуют у тетю, а ребенок не хочет», нужно уважать его решения и не заставлять его это делать. Когда начинается половое созревание, в самом начале нужно проговаривать с подростками, с девочками, что такое менструация, что нужно делать, как соблюдать гигиену в это время. С мальчиками, например, про ночные полюции, о том, что такое эрекция, потому что это натуральные процессы, которые мы не можем остановить. Это абсолютно нормальные вещи, которые происходят в нашем организме, которые помогают нам продолжать потомство. В среднем возрасте уже полового созревания нужно говорить о темах беременности, инфекций, передающихся половым путем, о том, как себя защитить, о контрацепции, куда обратиться, какие врачи, например, отвечают за женское здоровье, за мужское здоровье. Потому что некоторые мои сверстники, например, до сих пор считают, что уролог – это врач, который смотрит только мужчин. Ну, то есть есть какие-то такие мисс-концепции, которые остаются неразъясненными, и люди во взрослом возрасте продолжают в это верить. Пока половым просвещением занимаются волонтеры и молодежные центры. Они открыты практически во всех регионах Казахстана, но не многие знают о их существовании. Сама идея молодежного центра здоровья – это оказание комплексной помощи – медицинской, психологической поддержки и социального сопровождения по вопросам взросления. Нет определенного календаря или даты, что вот у нас половое созревание у каждого человека наступает в 13 лет. Такого нет, это все индивидуально. И в среднем эксперты Всемирной организации здравоохранения сказали, что это период от 10 лет до 18-19 лет. То есть, когда появляются вторичные половые признаки в виде оволосения, в виде менструации, подросток, который был еще вчера ребенком, он заступает в этот период и даже не подозревает, что его ждет не то, что через год, что его ждет на следующий день. То есть, он резко растет, но когда появляются признаки не характерные, не те, что были у него, то есть, у девочек появляется молочная железа. И она не знает, как реагировать. Она не знает, это нормально или ненормально. На основании исследования мы знаем, что средний возраст вступления в сексуальные отношения в Казахстане 16,5 лет. Еще раз подчеркиваю, что это средний возраст. Это значит, что есть те, кто вступают раньше в 15 лет, есть те, кто в 20, вступают в взрослые отношения. Очень низкая информированность о средствах защиты. То есть, не знают, как себя защищать от инфекций, передающихся половым путем, так и от нежелательной беременности. Очень многие взрослые говорят, ну что сейчас, подростки это цифровое поколение, они все в интернете. Любую информацию те же подростки говорят, да, что вы нам рассказываете, я зайду в гугл и получу ответы на все вопросы. Да, вы можете получить ответы на все вопросы, но будут ли они правильными? Потому что интернет – это огромная база информации, и здесь не написан этот источник верный, и эта информация имеет место быть, да. Поэтому мы сталкиваемся в своей работе с огромным количеством мифов среди подростков. Миф номер один, что невозможно при сексуальных отношениях, если это в первый раз происходит, то не забеременеть. Миф, что если сразу после сексуального контакта использовать гигиенический душ с хозяйственным мылом, то это тоже предупреждает нежелательную беременность. Но мы же понимаем, что это миф. Точно так же это относится к спринцеваниям, и понимаете, они в это верят, и они это используют. Самая эффективная защита – есть такой двойная защита, да, или голландский метод. Они считают, что два презерватива – это вот самый надежный метод защиты. Чтобы развеять мифы и доносить правильную информацию, медики пошли в интернет. Самое популярное видео в их ТикТоке набрало 11 миллионов просмотров. И знаете о чем оно? Как правильно брить волосы в интимной зоне? То есть это элементарные вопросы гигиены, с которыми подростки не могут обратиться к взрослым. Мы там, где наши подростки. Если подросткам комфортнее обсуждать эту тему между собой или со специалистами в онлайн-пространстве, мы тоже в онлайн-пространстве. Мы проводим стрим-эфиры, это прямые эфиры, где они моментально могут подключиться в ТикТоке. Мы проводим прямые эфиры в Инстаграм. Если мы говорим о половом просвещении, то ребенок с детства должен понимать, что это норма. Когда родители правильно называют его половые органы. Что в этом нет ничего такого страшного. Потому что на самом деле получается, что мы знаем, как называются глаза, как называется нос, как называются губы. Но когда мы говорим про половые органы, то здесь очень много стеснения. У ребенка сложится неправильное вообще понимание того, как называется его половой орган. Шифрование приводит к тому, что человек так же будет стесняться, будет так же бояться говорить на эти темы открыто. Известные случаи описаны, и очень многие специалисты приводят его, когда мама называла печенькой половой орган девочки. То есть она вольву называла печенькой. Девочка рассказывала маме о том, что папа кушает ее печеньку. Но мама не обратила внимания, кушает печеньку. Девочка обратилась с этой же просьбой к учителю в школе, что папа кушает мою печеньку. Учитель ее похвалил. Как же замечательно, дети должны делиться печеньками. Ты большая молодец. Все это время девочка пыталась рассказать о случае насилия со стороны отца. Но ее не поняла ни родная мама, ни учитель в школе. Только потому, что девочка называла половой орган ей анатомически. И поэтому с целью профилактики насилия, сексуального насилия, очень важно, чтобы родители, обучая детей, называли половой орган анатомическим названием. Единственный способ охватить всех подростков – это внедрять половое просвещение в школы. И здесь, наверное, не так важно, будет ли это элективный предмет или будет это какой-то дополнительный классный час. Главное, чтобы он охватывал всех подростков для того, чтобы эта информация действительно до всех дошла. Я понимаю, что могут быть какие-то протестующие мнения о том, что у нас не готовы преподаватели, у нас нет материально-технической базы для этого. Но мы должны с чего-то начинать. Информация, которую должны давать школе о половом воспитании, о репродуктивном здоровье, вообще здоровье человека, она очень важна. И на самом деле эта информация содержится в учебнике биологии по анатомии, где эти уроки также предусмотрены. Ведь эту информацию о репродуктивном здоровье, о здоровье человека должен давать учитель. И он может давать, и имеет право на это, и имеет все основания. И есть факультативные кружки, есть часы факультативные, которые можно использовать в данном случае. Почему они не используются, этот вопрос должно задать само себе Министерство просвещения. Мне кажется, нужно особую роль отнести преподаванию биологии и вообще посмотреть, а что там происходит. Почему на таком уровне у нас происходят самые разные случаи, которые возникают в последнее время ранней беременности. В особенности ранней беременности. Нужно посмотреть вообще, детям что-то рассказывают о жизни или нет. Или учителя биологии заняли позицию страуса, когда лучше ничего не рассказывать, потому что вдруг они застеснялись. Не надо стесняться. Если ты учитель биологии, ты должен по программе все рассказывать, как и положено, о жизни человека. Я сама являюсь учителем биологии и знаю это. Я против полового просвещения в школах, потому что многие уже стали забывать о том, что у школы изначально другая функция, а именно давать среднее образование. Точка. Учитель — это тоже посторонний человек, потому что он не относится к членам семьи и к близкому окружению. Это должно делаться в семье. Причём это не только моё личное мнение, это также мнение многочисленных родителей, которые к нам обращаются. В каждой семье свои традиции, особенности, свой менталитет, свои ценности. И точно так же только родители знают своих детей и могут определить их готовность к получению той или иной информации. Моей дочке 6 лет. Мой ребёнок каждый день, пока готовлю, что-то делаю, час или полчаса, максимум даже, да, максимум час или даже максимум полтора часа посвящает. Сидит она в ТикТоке, в Инстаграме, ой, в Ютубе сидит. Она и так-то получает сексуальные подтексты, там через танцы, вербально, невербальным способом. Там целуются, обнимаются, дети рождаются. Я хочу, чтобы у дочки сформировалось правильное отношение к межличественным отношениям между мужчиной и женщиной. В школе должны быть психологи, сексологи, чтобы по этой теме вели занятия. Правила безопасности учим же в школе, да. Нам говорят, там, дорогу красный не переходит, только когда зелёный. Также здесь надо ввести правила, инструктаж между отношениями, что входит в норму отношения, что входит в ненорму. Допустим, какой-то лёгкий шлепок по сторонам дядки, да, какой-то намёк его подмигивания и ёк там в кусты, чтобы хотят ей там какой-то конфетки, или дядка подошёл, говорит, я тебе конфетку дам или какой-то тебе суперподарок подарю. Трусы с ними, чтобы это знал ребёнок, что это не норма есть, что это есть неправильно. Ребёнок должен понимать, инструкцию получить в школе, потому что эту инструкцию не могу я не дать, ни его папа не можем, потому что мы не психологи, мы не сексологи, у нас нет этого образования, у нас нет этой методики. Если он уже знает как базу, мы можем дома просто дополнить, на какие-то его вопросы дополнительно ответить. Здесь же не прям секс сразу, беременность, это уже взрослым говорит, что. А детям 6 лет, они сейчас просто надо с гигиены, там надо сначала с этого начать, каких-то вот, с азов. Я сама жила в деревне, у нас, я помню, в детский сарай у нас водили мальчики, когда пока мамы, родители наш чай пили, что даже, они даже смотрели наши половые органы, что им же интересно исследовать что-то. Вот. Им это не говорили нам, да, допустим. Я хочу, чтобы нашим детям это сказали. Мы сейчас работаем с родителями подростков, тоже разные. То есть вот те, кто помоложе, это подростки, это родители уже 40-летние, они более открыты. С чем это связано? С печальным опытом собственным. Когда девочка не знала наступление менструации, и менструации пришли во время занятий в школе, она на всю жизнь запомнила это, и она дала себе слово, что когда она станет мамой, она будет говорить на эту тему свободно и заранее до процесса полового созревания. Ведь это верно. Я в принципе за, потому что это неизбежно, я думаю. Так или иначе это ведут. Нужно в этом хотя бы тогда участвовать, разбираться в этом вопросе. Поэтому нужно детям как бы объяснять, сделать это индивидуально, подходить к каждому вопросу. Девочек, мальчиков надо сперва разделить. И психолог даже не должен сперва, как бы сразу там, вот, полуоспитание сюда. Должен посмотреть, каким девочкам надо, каким нет. Кто еще там в куклы играет, их вообще-то не интересует. И дисциплину я бы не вводил просто. Нужно прям мягко-мягко, ненавязчиво и естественно спрашивать у родителей. Об этом нужно говорить, этого не нужно стесняться. И для этого, я еще раз говорю, есть факультативные курсы, которые можно применять. Но у нас все ждут отмашки Министерства просвещения. Министерство просвещения настолько жестко регламентирует работу школы, что учитель не может принимать решения самостоятельно. Это то, что мы делали ранее, когда мы помогли самостоятельно принимать решения, будучи учителем. Министерству просвещения нужно давать свободу школам, академическую свободу. Разделять мальчиков и девочек не стоит, потому что это приводит к нескольким вещам. Во-первых, мальчики удостоверяются в том, что то, что они обладатели XY-хромосомы, это значит, что они какое-то более высокое положение в обществе занимают. По сути, что мы говорим мальчикам и чему мы их обучаем? Мы им говорим «предохраняйся, не заболей», потому что потом лечить эту болячку будет сложно. Что мы говорим девочке? Ты должна беречь свою деятельность, ты должна быть ответственна за беременность, когда ты забеременеешь, как ты выносишь ребенка за роды, за воспитание этого ребенка. То есть такое разделение, мне кажется, оно перекладывает очень много ответственности на девочек. Если же мы проводим обучение совместное, то даже те же мальчики, которые слышат про месячные и понимают, что это не что-то грязное или ужасное, какой-то запретный процесс, понимают, что происходят гормональные изменения в организме у девочек, что они могут испытывать менструальные боли, что это достаточно сложный период для девочек, они начинают становиться более отзывчивыми, как-то помогают девочкам. Даже если он увидит, что она, условно, протекла, он не будет стоять в сторонке, тыкать в нее пальцем и смеяться. Он ей об этом подойдет и скажет, скорее всего, и проявит какую-то эмпатию. Я считаю, что это неправильно, потому что дети маленькие, у них мозг несозревший еще. Они еще весь отчет себе, как взрослый человек, не могут дать. Это, по крайней мере, в восточных национальностях норма. Норма в том плане, что самое хорошее воспитание, я считаю, что это в исламе будет у нее муж, она может с мужем делать все, что она захочет. Когда возник вопрос, тогда нужно отвечать. Не так, что подрастешь, узнаешь сам, или я узнал об этом. Как-то же я узнал? Родители очень часто говорят, ну я же как-то узнал, улица меня научила. Знаете, не то время. И мне кажется, что время, когда информации очень много, нужно помочь подростку получить правильную информацию из доверенных уст, а это родители, это учителя, это медицинские работники. Нам здесь очень важно говорить доступно, понятно, и ответить на многочисленные вопросы так интересно. Поэтому мы здесь уже показываем им под микроскопом мазки, рассказываем, то есть увлекаем этот процесс. Точно так же, как и в школе, когда рассказывают на уроках химии, как образуются соли. Берут пробирку с щелочью, с кислотой. И ведь этот процесс, он вызывает любознательность, и подростки начинают углубляться в процесс изучения самостоятельно. Вот наша цель та же, чтобы привить интерес к собственному телу, чтобы привить интерес к заботе о теле. Чему все так боятся гинекологического кресла? Что там не то? Мы пытаемся мягко объяснить, что, как и обычное кресло, просто как предмет мебели, в котором удобно как самому пациенту, так и врачу, помощь у нас бесплатная. С 10 до 24 лет любой гражданин Казахстана может обратиться и получить эту помощь. Не все родители поддерживают волонтеров, медиков и робкие начинания учителей. Многие выступают против полового просвещения в школах. Правых в этой истории не найти. Но важно, что все они сходятся в одном. Говорить об этом надо. Вопрос только в том, кто и как должен об этом говорить ребенку. И если вы против того, чтобы это был посторонний человек, то начните с себя. На этом все. Подписывайтесь на информбюро КИЗ и будьте в курсе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok